добрый день ну да я думаю это он про меня говорит такие вещи я такой у меня вот сейчас очень хорошее время было я прям в присутствии окунулся мне было хорошо я видел людей которые там особо не участвовали и это в принципе понятно и объяснимо когда израильский народ выходил из египта там моисею бог сказал построить с кинью собрание и она была очень высокая два с половиной метра то есть за нее нельзя было заглянуть что там внутри происходит и она была сделана серыми кожаными шкурами кос серые шкуры просто и вот человек который проходил мимо не был внутри он мог смотреть все серое ничего там достопримечательностей никаких нету но когда ты заходил внутрь там были уже серебряные подставки пурпурные кожи голубые небесные золотые кольца там висели и это ассоциация христианской жизни ты христианскую жизнь никогда не оценишь так ярко красочно снаружи ты только можешь окунуться войти вовнутрь и тогда все меняется то есть христианскую жизнь мы оцениваем находясь в присутствии божьем то есть внутри этой скине это вот великая тайна и есть такая песня что за момент в твоем присутствии за зазерцание твоей славы все отдаю и мне не важно что должно произойти сколько нужно ожидать голод есть по тебе по по присутствию по аромату я вот хотел поговорить как раз один момент я читал евангелие от марка 6 главу и мне понравилось тут несколько отрывков мы прочитаем и поговорим об этом 14 стих евангелие от марка 6 глава 14 стих царь ирод услышав об иисусе и бы имя его стало гласно говорили это иван креститель воскрес из мертвых и потому чудеса делаются им другие говорили это или а иные говорили это пророк или один из пророков ирод же услышав сказал это иван которого я обезвглавил он воскрес из мертвых и бы сей ирод послав взять иоанна и заключил в темницу за иродиану жену филиппа брата своего потому что женился на ней ибо иван говорил ироду не должен тебе иметь жену брата твоего иродиада же злобись на него желала убить его но не могла ибо ирод боялся иоанна зная что он муж праведный святой и берег его много делал слушая его и с удовольствием слушал его настал удобный день когда ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим тысяченачальникам и старейшинам галилейским дочь иродиады вошла плясала и угодила ироду и возлежавшим с ним царь сказал девице проси у меня чего хочешь и дам тебе и клялся ей что он что не попросит у меня дам тебе даже до половины царствия моего она вышла и спросила матери своей чего просить то отвечала головы иоанн крестителя и она тотчас подошла с поспешностью к царю и попросила говоря хочу чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову иоанн крестителя царь опечалился но ради клятвы и возлежавшись с ним не захотел отказать ей и тотчас послал оруженосцу царь повелел принеси голову его он пошел отсек ему голову и на блюде принес и отдал девице а то отдала ей матери своей и вот такая вот история тут можно как бы в принципе распределить роли да дать всем обозначение кто такой царь ирод кто такой иоанн креститель но мы знаем креститель это как божье слово да голос в пустыне как который призывал к покаянию которую призывал к переменам который говорил как должно как не должно это мы можем всегда ассоциировать с божьим словом теперь давайте посмотрим царь ирод да тут написано что царь ирод услышав об иисусе говорит это иоанн креститель которую я обезглавил воскрес из мертвых поэтому чудеса делается и тут он в принципе проповедует очень такую истину что тот кто воскрес из мертвых тот кто победил смерть он способен делать чудеса и это правда наш господь он победил смерть это еще никто никогда не воскресал из мертвых да чтобы уже никогда не вымер не умирать мы знаем какие то есть были воскресенье но эти люди воскресли и по прошествии времени они еще раз умирали но наш господь иисус христос он воскрес из мертвых первенец да и поэтому он может делать чудеса но тут смотрите с какой вестью говорил царь ирод об иисусе он говорил это иоанн которого я обезглавил поэтому он может это и делать еще раз я тут недавно дома у себя в дом там потерял деньги да я откладывал копил там это и когда вот они мне понадобились я не мог найти и и все у меня такая паника началась я вообще думаю что кто а это наверное потому что когда в том году я может быть сказал что не без пятнадцати семь а семь я что вот в моей жизни начало происходить что совесть она у всех у вас есть она начинает нам напоминать что то что мы сделали неправильно и вот это совесть и он креститель она тоже сама начала работать что а это из-за того что я так у вас есть когда допустим происходит какие-то вещи которую вы не понимаете да и совесть вам начинает сразу что масла это потому что потому 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 и ты вот и состояние вот это вот в warten совесть работы совести да то есть совесть нам напоминает она нас тревожит она нас беспокоит и как вы думаете для чего вот нас беспокоит совесть библии на нас учит что судите себя сами себя судите для чего она нужно самих себя судить? Чтобы нам не быть осужденным с этим миром. И вот этот суд, нам совесть помогает сделать суд внутри себя самих. Смотрите, первое упоминание о суде, это в бытие есть. Когда Бог создал свет и тьму, Он отделил свет от тьмы. И вот это слово, которое Он, говорится, отделил, вот это слово обозначает суд, кризис он называется, то есть кризис отделяет много раз. И вот этот суд мы должны внутри своей жизни всегда проводить. Мы не должны смешивать себя со своим грехом, то есть мы должны отделить свою жизнь, себя с грехом. Потому что Павел говорит, что то, что я хочу делать, я этого не делаю, то, что я не хочу делать, то и делаю. Но это, говорит, не я делаю, а грех, который живет во мне. Мы не оправдываем, да, мы не перекладываем свою вину на грех, но мы должны понимать, что мы люди, которые, в которых, в которых живет вот этот закон греха, то, что хочу делать, не делаю. Вот. И мы должны осудить внутри себя вот этот грех, либо какое-то неправильное поведение внутри своей жизни, для того, чтобы, да, вынести суд, приговорить наши действия к тому, что так неправильно, и отдалиться от этого. Ведь истинное покаяние, это что значит? Это значит осознание того, что было неправильно, да, развернуться в другую сторону и идти в другом направлении. Вот если мы посмотрим на жизнь Ирода, ему совесть сообщала, что то, что он делал неправильно. Но видим ли мы покаяние? Мы не видим покаяние, потому что покаяние в основном это сердце, которое сокрушенное, да, печаль ради Бога. А мы в этой истории видим, что Ирод закатил праздник, да, вместо того, чтобы, как бы, имея понимание, что он ведет себя неправильно, он также и продолжал жить. То есть он не произвел внутри своей жизни суд, разделение, да, то, что правильно, то, что неправильно. Не отделился от того, что нечисто, неправильно, и не прилепился к тому, что по-настоящему правильно, да. Но вот этот суд мы должны делать, производить в своей жизни. Мы должны отделять вещи, которые неправильные, на которые нам совесть указывает. Вот. Ещё один важный момент, что мы должны, если мы решили свою, да, как бы, проблему с теми вещами, которые нас осуждают, мы должны совесть эту, да, убирать в сторону, потому что она иногда неправильную роль делает, она обвиняет, да, нас. Всё, я омыт кровью Христа, я свободен, я очищен от греха. Мой грех, он убелён, да, белее снега стал, был как кровь алая, а сейчас белая. То есть мы совестью не должны давать возможность загонять нас в уныние, потому что это неправильно. Всё, Бог всё простил, Он всё очистил. И вы знаете, вчера тоже мы говорили там про то, что как Иисус омывал ноги учеников, и я спросил, вот, а Иуда, как вы думаете, вот он протянул ногу, он сердце своё приложил к своей ноге, чтобы получить это очищение. То есть не образ, да, не обряд какой-то делает нас чистым, а наша расположенность, сокрушённое сердце к Богу очищает нас. Поэтому то, что у тебя будут ноги пачкаться всегда, да, кто говорит, что не имеет греха, он лжец, нет в нём никакой истины. Но когда вот в этом происходе, да, Библия учит нас то, что, ну, как бы, кровь Христа омывайте от всякого греха, да, имейте общение с друг другом, говорите. Не надо говорить, может быть, каких-то подробностей, я там вот сделаю шаг, я там так-так. Ну, просто, что, как бы, да, и кровь Христа очищает нас. Всё, очищенный грех, он никогда не должен тебе напомнить о себе и, как бы, загнать тебя в уныние. Это неправильно. Ну, во многом, много раз мы, как бы, в принципе, попадаем в другую историю, что, видите, вот этот Ирод сказал, а, это произошло, потому что я и он обезглавил, поэтому такие проблемы. Но чаще всего мы как делаем? Мы когда видим, что у человека какая-то беда или проблема, мы что делаем? А? Накосячил, да? И мы сразу, а, мы-то всё, мы умные, да, мы помним почему. Почему? Потому что он так-то и так-то. И это вот чаще бывает, правильно или нет? Нет? Так, у нас разделилось собрание, эта часть может уходить. Вы чистые, у вас всё правильно, ничего не происходит. Работаем с вами, да, с грешниками. Да, вы знаете, что это самая частая распространённая практика, когда что-то случается, там, в аварию даже попал, и сразу там, а, это там, потому что там, и мы сами выносим суд. То есть мы не участвуем в проблеме человека, мы выносим суд. Вот, была история с Иовом, да, там вот вы прочитаете книгу, пришли ребята мудрые, да, духовные, ты смотришь то, что они говорят, на самом деле так всё правильно они говорят, я даже думал, почему они не правы, почему они не правы. Они говорят вещи духовные, да, которые правильные. Ты там смотришь, там ерести нету. То, что они говорят, они, в принципе, там, всё там-то, я думаю, ну, ещё раз перечитаю, где они, в чём не правы. Знаете, в чём они были не правы? Бог сказал, кто это люди, омрачающие проведение Господня, да? То есть Бог должен меня, тебя поместить в такую ситуацию, в такие тиски, чтобы ты, допустим, оторвал свои глаза от пола, да, от этой земной жизни, чтобы поднять её кверху. Какие он использовать будет ситуации? Я видел даже вплоть до людей рак, понимаете, вот у них болезни, всё, тогда они говорят, я искал Бога, как будто это мультик какой-то. Сейчас я ищу Бога, как от всего сердца, так, как я его никогда не знал. У меня сейчас самое лучшее время. Ко мне приходят люди и говорят, ну, у тебя то, что остаётся, это только надеяться. Он говорит, а тебе? Он говорит, ты больше мёртвый, чем я. Он живой по-настоящему, он жив, понимаешь? Бог может использовать любую ситуацию, так перевернуть, чтобы ты вообще по-новому узнал Бога, чтобы ты познал, чтобы ты был готов к встрече, да? И я вот детям вчера прям читал историю одну, там жил этот бедный человек в деревне одной, у неё была очень красивая лошадь. Такая лошадь, что все её хотели, все хотели. И приезжали богатые люди и говорят, ну, мы покупаем у тебя. Он говорит, я друзей не продаю, я не продаю. И вот один раз он встал, утром лошади нету. И все пришла, вся деревня, они все были духовные, говорят, да, видишь, какое у тебя проклятие. Тебе Бог говорил, продай, продай, чтобы сейчас все были, сейчас и зерна купили, и посадили бы. И так, он говорит, я, говорит, ничего не могу сказать, я просто знаю, что у меня раньше была лошадь, а сейчас её нету. И там через месяц прибежал, лошадь вернулась и привела табун целый с собой. И они говорят, а, как мы были неправы. На самом деле, какое благословение, что ты был верный вот этой лошади. Сейчас у тебя столько лошадей, ты можешь хотя бы одну продать, и у тебя столько денег будет. Говорит, ну я не знаю, я, говорит, я знаю только, что у меня раньше была одна лошадь, потом я не встала, сейчас у меня целый табун. И сын начал объезжать лошадей. И одна лошадь скинула сына и сломала ногу сына. И он говорит, да, всё-таки ты был прав, это неблагословение, видишь, у тебя сейчас сын инвалид. Вот я не знаю счастья, несчастья, благословение, неблагословение, я знаю факт, что вот так вот было, сейчас так есть. И тут начинается война, и всех детей забирают на войну, а этого мальчика оставляют, потому что он инвалид. И они пришли, говорят, и плачут опять. И смысл в этой истории, что мы не знаем, да, мы не знаем. Я много раз видел счастливые люди, которые получали то, что они так хотели, что не являлось благословением, да. А видел людей, которые попадали в такие трудные ситуации. У меня есть товарищ, у которого ребёнок, да, там, больной. Он плакал, он спрашивал Бога, зачем, зачем. По прошествии 10 дней, 10 лет, да, когда вот уже там, можно сказать, юбилей у дочки. Он говорил, это самое мое большое благословение, которое было. Потому что мне, короче, как бы очень повезло. Я и в этом благословлён, и в этом благословлён, и любовью от дочки благословлён. То есть мы не должны делать суд людям, которые попадают в различные ситуации. Не должны делать. И у меня вот теперь вопрос, да. Мы вот как люди духовные, мы должны судить или нет? Можем судить? Не можем, да? Так, а наш духовный ряд что скажет? Можем его? Мы можем судить, да? Допустим, я... Да, духовные люди могут судить. Но в чём наш суд должен заключаться? Допустим, понимаешь, я вот смотрю ситуацию, да, и я не должен выносить тебе приговор. Ты там такая, ты грешница, ты так. Ну, допустим, я могу судить. Библию о чём у нас? Вот женщина, можно в церковь без платочек ходить или нет, да? Он говорит, вы сами рассудите. То есть есть моменты, которые мы должны рассудить. И мы должны, допустим, тоже иметь такой суд. Вот почему человек сделал так? Не выносить ему приговора, он грешник, он алкоголик, он такой. Мы должны понимать, что он раб греха, да? И проблема его не заключается не в том, что он алкоголик, он просто раб греха. И кто делает свободных людей? Кровь Христа, да, она делает свободным, очищает и делает нас свободными, да? То есть мы не должны вот как бы человека взять, да, и осудить человека. Мы это не можем делать. Поэтому мы можем судить, да? Павел говорит, вы рассудите сами вот этот момент, рассудите сами. То есть что мы должны судить? Мы должны взять ситуацию и отделить хорошее от плохое, да? Но никогда не должны быть судьи, которые выносят приговор, да? У него ничего не получится. А, у него случилось так, потому что так. То есть вот эти суды, они не должны быть, да, в нашей жизни. Но они вылезают всегда, да? Ты смотришь, думаешь, а, уже хочешь судьей быть. Поэтому нужно судить себя, да? Как ты там? У тебя совесть там начинает это. То есть нужно с этим разбираться, да? И внимания к себе больше уделять по поводу суда, строгости и так далее. Вот. И мне нравится поведение Иоанна Крестителя. Мы в церкви много там дискутируем по поводу того, там вот это сейчас Навальный, не Навальный, да? Там протесты, не протесты. Смотрите, Иоанн Креститель как относится к власти. Он на митинг никого не зовет. Он говорит по отношению к Божьему Слову, что должно, что нет, да? И, допустим, если у нас будет какой-нибудь вопрос, там, однополые браки, то мы должны, как люди верующие, в соответствии с Божьему Словом сказать, это не должно, да? Так не должно. Мы за то, что, как в Библии написано, да? Это наше отношение к обществу, к власти. Мы подчиняемся, но если власть делает какие-то вещи неправильно, мы должны сказать свое слово, как возвысить, да? И то, что зависит от этого. И посмотрите, очень такой момент в этой истории, очень хороший. В этот момент все здесь, всем просыпаться сейчас нам надо и поставить себя на это место, что мы все в этой ситуации, все абсолютно. Это написано, что «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный, святой, и берег его, много делал, слушая его, и с удовольствием слушал его». Это наше отношение к Божьему Слову. Мы все, да, здесь кто присутствует, мы знаем, что Библия – это святое слово, да? И много раз нам нравится его слушать, правильно ли, что мы даже многое что-то делаем из того, что Библия говорит. И вот, допустим, молодой богатый, все эту историю помним, да? Как вы думаете, вот молодой богатый, который услышал слово от Иисуса, он ушел грустным, он как, спасен или нет? Спасен? Когда он вернулся? Это не слушайте, да, есть там история такая, но я все время его отправлял в ад, да, потому что он ушел печальный, все, он не покаялся. А, допустим, Божье Слово в твоей жизни что должно производить? Как ты думаешь, радость? Потому что кто принимает с радостью, корни неглубокие. Божье Слово, оно как меч, да, оно заходит, тебе делает больно, разделяет. У меня вот в этом плане откровение, что человек, он получил, он горький, да, ушел, опечальный. Это в основном тоже Божье Слово должно делать, понимаешь? Оно судит твои намерения, да, твои какие-то неправильные вещи. Оно много раз делает больно, оно как моло, да, на ковальню говорится. Бум, бум, то есть, когда ты слушаешь Слово и все радостно, все весело, иногда должно быть такое, но Божье Слово, оно вот так вот и делает, оно должно как бы разделять тебе, да, духовные вещи, душевные, оно как бы делает больно, да, как бы осуждает много раз тебя. Писание всех заключает под грехом, да, и это вот Писание много раз тебе на это. А когда тебе все нравится, ты послушал, все пошел, и это, то, может быть, неглубоко зашло Слово. И вот Ирод, да, он слушал, слушал. В принципе, мы все свои отношения начинаем через то, что мы слушаем проповедь, да, и мы вот поскольку, ну, в таком направлении работаем, то попадают ребята в центре, они слушают, они, допустим, видят те люди там, которые там в центре работают, они видят, что они, ну, правильно там все делают там как бы, да, и они уважают и слушают. Ну, что происходит во всех абсолютно жизнях, что наступает удобный момент, да, тут написано, настал удобный день. Удобный день для чего? Потому что не слушатели Слова Божьего, да, а кто? Делатели, да, исполнители Божьего Слова, вот это важно. Но тут написано, что настал удобный день. И Библия много раз нас предупреждает, что придет какой день? Злой день, злой день. Понимаешь, у каждой... Как ее зовут девушка эта? Ирдиада, да? А маму ее звали... Как ее звали? Ирдиада, а кто танцевал? Да, дочь Ирдиада танцевала. И у каждой танцовщицы есть своя дочь, знаете. И что значит танец? Что значит танец? Понимаешь, перед тобой кто-то будет танцевать обязательно. Это не в прямом смысле танец, это похоть чего? Похоть плоти, да? Всегда будут какие-то вещи, которые будут танцевать. И ты будешь встать перед выбором всегда. И он креститель, Божье Слово, или вот этот танец, да? И от этого момента всегда будет определение, да? Кто ты? Злой день придет к каждому человеку. Мы все люди, у нас у всех есть куча слабостей, куча вещей, на которых мы слабые, да? И вы знаете, что у смерти есть бабка? Знаете? И как ее зовут? Это вопрос пока вы еще не знаете, да? У меня есть много вопросов, которые будем разбирать мало-помало. Похоть, зачав, да, рождает кого? Грех. А сделанный грех кого рождает? Смерть. А бабку смерти как зовут? Похоть. И это очень важный момент, что, знаешь, у всех есть желание, да, неудержимое сильное желание, похоть. И как от похоти мы можем побеждать по похоть? Библия говорит, что убегай, и вот этих юношеских. В основном бегом, поэтому мы должны быть в хорошей форме, да? Чтобы бегать. Есть вещи, которые мы как бы должны поставить, как, знаете, вот на всех машинах есть вот эта приборная доска. И вот эта совесть, да, это похоже, вот сейчас, допустим, загорелся бензин, что у тебя бензин нет, тебе надо заправиться, надо заправиться. Игнорируя долго вот эту, да, лампочку, у тебя всегда произойдет то, что остановка, да, в пути. Поэтому мы должны реагировать на вот эту совесть, которая есть в нашей жизни, чтобы мы могли вовремя определить врага, да, вынести ему приговор в суд и убрать его от своей жизни. Вот, но вот этот удобный день, вот этот удобный день, он будет у всех, у вас и у меня, и он не будет один раз или два. Поэтому, вот, недавно я разговаривал с супругой, она говорит, что для меня вот положить руку на плуг и идти не оборачиваться назад, это много раз получается, что есть одни и те же вещи, на которых мы притыкаемся, есть одни и те же вещи, на которых мы спотыкаемся, возвращаемся назад, что самое главное сделать победу над этим, и у тебя как бы, ну, идет продолжение. Она мне так хорошо объяснила, поскольку это не мое понимание, я вам передать не знаю, получилось или нет, что вот эта женщина, она, как знаешь, и ты, и я, мы знаем, как станцевать перед другим человеком, правильно? Мы знаем, что кто-то любит, что ему пару ласковых скажешь, и все, он расположился к тебе. Кто-то там, допустим, не знаю, любит мороженое, да, ты приходишь с мороженым и располагаешь его сердце. Мы вот христиане не должны так танцевать перед другими людьми, да, использовать лесть, использовать какие-то подарки. Тогда мы, получается, мы используем слабые стороны человека, да, для того, чтобы достичь того, что мы хотим. И вот Максим говорил про двери, которые открыты или закрыты. Понимаешь, то, что много раз мы хотим вот это, свои хитрости, свои как-то вот эти способности использовать для того, чтобы достижение других дверей. И мы можем с легкостью осудить вот эту дочку Иродиады, да, которая плясала перед стареньким, ну, взрослым мужчиной, молодая, красивая девушка. Конечно, у нее там и там взгляд, да, похоть, похоть отче, похоть плоти, гордость житейская. Обладать такой молодой девушкой красивой. Это он же не думал просто подарить что-то ради ничего. Он царь, он то, что хочет, он все должен забирать. И вот достигая того, что мы так сильно хотим, это никогда не принесет в нашу жизнь благословений. Мы тоже вчера как бы вот про Адама с Евой разговаривали, что все было хорошо до определенного момента, да, Бог сказал, нехорошо человеку одному. И что он сделал с Адамом? Он на Адама навел сон, и когда он открыл глаза, он говорит, ой, ничего себе, какая красавица стоит, это вот все от моя. И много раз на то, что мы желаем, на то, что мы хотим достигать, Бог наводит на нас сон, и Он готовит для нас что-то, да, то, что нам необходимо. И это мы, когда открываем, просыпаемся, и мы думаем, почему мы этого никогда не замечали. А похоть, она наоборот делает, да, похоть сравнивают с кобелем, который сорвался с цепи, да, и вот он почувствовал вот это, да, как там это, да, и он бежит, все, ему не важно, не хозяин, ему не важно то, что там пища, и вообще ничего не важно. Вот это сравнивает с похотью, и люди во Христе, они когда свободны, да, они вот могут вот эту похоть побеждать. Ну, это очень сильная борьба, да, но христиане способны побеждать похоть, и она будет тебя руководить, я не знаю, до скольки лет, наверное, всю жизнь, понимаешь, поэтому борьба будет. Но пусть, когда ты видишь какой-то красивый танец, ты всегда вот, что за этот танец ты готов отдать. И Ирод, он не получил, знаешь, это такая ловушка всегда, грех, он в такой красивой обертке, но когда ты там разворачиваешь, там какашка, да, и это грех, он всегда очень, так вот он манит, он это. Но ты никогда не получишь от греха удовольствие, никогда, и я могу спорить об этом. Ты всегда получишь разочарование, разрушение своей жизни. Божьи вещи приходят по-другому, да, они приходят совсем по-другому. Вот, и тут очень еще важный момент, что он сказал, Ирод, что проси все, что хочешь, и ему сделали непристойное предложение. Иногда мы в своем безумии можем обещать что-то, да, или дать обещание. Иисус нам сказал, вы не клянитесь, ну, дать обещание что-то, или сказать, а, я так сделаю. Но, представляешь, пришло понимание, что это не было правильно, и это в твоей, в моей жизни всегда будет, что то, что ты там сказал сделать, или не сделал, или там, и так далее, а ты же сказал. И вот Ирод ради того, что были люди вокруг него, да, ради того, что так, и он ради этого, как бы вот он, как будто достойно остался. Как вы думаете, достоинство сохранил он, исполнив вот это обещание, что ему на блюде принесли голову. Он не сохранил недостоинства, эта история описывает, потому что не твое сиюминутное действие, как бы говорит о тебе. История, да, показывает, что кто он был. И когда мы больше думаем о том, что о нас подумают, мы в ловушке, мы в сетях в таких сумасшедших, мы, может быть, начинаем там качать себе губы, что у нас очень тонкие, да, это ловушка, потому что о нас подумают. Мы начинаем делать вещи своей жизнью невероятные, да, особенно молодежь, там, допустим, пришел, розовые волосы, почему? Потому что все в розовых, то есть вот эта ловушка, избавляйтесь от себя из нее и своих детей и близких, что не важно мнение людей, важно то, что о тебе Господь подумает. Это практически такие вещи, может быть, это не какие-то сейчас глубокие, да, мы говорим вещи, но это практичные вещи, которые должны вот в нашей жизни, что мы должны судить себя, соответственно, с Божьим Словом, не о том, что думают сейчас люди, какая сейчас мода и так далее. Вот, и вы знаете, что, допустим, то, что ты вот слышишь Божье Слово и то, к чему оно тебя призывает, когда ты будешь требовать от тебя, либо ты исполняешь Божье Слово, да, либо ты относишься к Божьему Слову демонстративно, как иродиада. Почему ей надо было на блюде, да, принести голову? Можно было просто сказать, ну все, я хочу смерти. И это люди всегда видят тебя и смотрят, что вот на блюде, да, то есть демонстративно отказываешься от Божьего Слова, от Божьих повелений. Когда ты не принимаешь, не являешься исполнителем Божьего Слова, то есть ты официально являешься не исполнителем Божьего Слова, ты носишь Божье Слово, то есть ты наступаешь на Него и ты как бы пренебрегаешь к Нему. И тогда уже получается, что суд какой выносят люди, что ты не живешь, да, по слову, ты пренебрегаешь к Божьему Слову. Может быть оно тебе нравится, может быть ты и что-то делаешь, но в нужный момент, когда нужно жить и поступать правильно, как поступаем. Поэтому вот я напоминаю такие слова, что не судить нам нужно, да, судить нужно себя на этой истории, что нужно к людям с милосердием относиться, не зная какая у них ситуация и почему у них машина сломалась, благословение это или проклятие. То есть это все потом мы увидим, поймем. Пусть вас Бог благословит на познание Его воли, чтобы вы больше наслаждались Божьим присутствием, потому что это как в принципе все, что нам надо, оно нас преображает, делает нас другими людьми. Все, спасибо. Вы знаете, чем все закончилось в итоге вообще? С Иродом? Что, кто помнит, с чем закончилось? Да, вот там есть такие иллюстрации очень красивые, потому что, ну вот я люблю эту историю, я люблю проследить до конца всю эту историю с Иродом. Ну, вот он убил Иоанн Крестителя, потом он там говорил, что про Иисуса, да, это Иоанн Креститель, но есть еще дальше иллюстрация, когда Иисуса уже схватили, и тут надо понимать, что Ирод, это царь иудейский был, и он действительно в принципе вел себя как верующий, и он не был на стороне римлян, да, он был больше на стороне, он на самом деле это очень крутой царь был, он очень, он был идумиянин, это потомок Исава, то есть, знаете, да, Иаков Исав, да, вот Иаков это уже Израиль, да, а Исав это вот родственник, вот, и там периодически проблемы были, и вот они были как бы такие недоверующие, но все равно из рода Авраамова, да, и он очень сильно как бы пытался завоевать сердце людей, он, это он построил этот храм, помните, когда ученики ходили, посмотри, какие камни, они говорили, посмотри, как все, то есть, ну, он действительно был очень умный человек, очень сильный организатор, да, очень талантливый строитель, да, то есть, он сделал такие великие, и он пытался угодить тоже, да, еврейскому народу войти в историю, но вошел он в историю, как убивший Иоанна Крестителя, как убивший этот голос, да, как Слово Божье, да, то есть, вот он, да, настал удобный момент, он не собирался, мы видим, он не собирался, то, что Юра про это рассказывал, он, ну, как бы, он, то, что мы прочитали, он любил его слушать, да, и вот он ляпнул вот это вот, проси, хоть до полцарства, он думал, вот деньги, сейчас, ну, решим, а вот дьявол, да, он так делал, он потребовал, вот эта вот девочка потребовала самого для него дорогого, и он очень сильно тоже огорчился, оно написано, ради клятвы и ради возлежавших с ним ему пришлось это сделать, да, то есть, вот, нету третьего, я ребятам часто говорю, да, мы иногда хотим, вот, ну, и с грехом, и с Богом, да, нету третьего, и, ну, нужно с Богом, нужно, когда приходит этот момент, нужно говорить Богу да, и если, ну, какие-то вещи нужно оставлять, нужно их оставлять, потому что, вот, Ирод он не оставил, оставил, ее, ну, то, что Иоанн Креститель ему говорил, тебе нельзя иметь жену брата своего, вы неправильно делаете, да, он им просто это говорил, но они не слушали его, это злилось больше всего, потому что, возможно, Ирод сомневался, там больше всего вот эта женщина, Иродиада, как бы за это все переживала, что ее сейчас из дворца выкинут, да, что, ну, вот, и он, он не решался, и он заключил в тюрьму Иоанна Крестителя, да, то есть, как бы, вот, это то, что происходит иногда с верующими, то, что мы голос Божий сажаем в тюрьму, мы берем, да, Иисус нам что говорит? Дух дышит, где хочет, и слышишь его голос, и не знаешь, откуда приходит, да, то есть Бог главный в жизни человека, Слово Божье, оно, ну, говорит ясно, ну, если ты какие-то вещи не можешь, говори Богу так, как есть, не могу, дай сил, потому что, ну, есть вещи, которые мы сами оставить не можем, но невозможное человеком возможно Богу, поэтому вот у Мурщикова он в шоке был, когда Юра сказал Слово Божье, оно радость нам приносит, и потом начал говорить, что оно нет, оно приносит нам печаль, Мурщиков даже не услышал, что он приносит, и он мне начинает говорить, но оно же нас не всегда радость приносит, я говорю, ты не слышал, тебе надо дослушать, Знаете, иногда вот емкости, флешки не хватает, то есть человек и пытается это сказать, а вот мы услышали две фразы, поэтому, ну, вот этот вот молодой богач, я вот, меня тоже им, меня просто убивали им, я помню, ну, как бы, Слово Божие меня резало, судило, я помню, в Ретту мы все были молодые, богатые, ну, вот там, где мы были, это было 21, 22, 23, 25, у нас был Дима Старый, которому было 29, и у него была кличка Дима Старый, понимаете, поэтому, ну, сейчас у нас почти самый молодой здесь 29, вот, и мы все были молодые, богатые, что, вот, ну, иди, продай, оставь все, и это слово судило, это слово резало, мы понимали, что это о духовных ценностях, но я еще тогда получил это откровение, что, а как он еще мог отреагировать, конечно же, печально, конечно же, отошел, потому что, не, он должен был так, как духовно, да-да, подожди, не уходи, сейчас пойду продам и вернусь, только не уходи, сейчас все быстренько, нет, там целый, Иисус его запускает в целый процесс, и поэтому я верю, что этот человек, он, ну, пришел и вернулся, у меня есть определенное откровение, но об этом в следующий раз, поэтому я верю, что Библия, она сейчас так уже, ну, нам открывается, и, вот, видишь, Юр, приходится твою проповедь заканчивать, с Иродом, что произошло, самое такое страшное, знаете, это то, что произошло с Саулом, например, то, что Бог перестал с ним говорить, знаете, вот перестал говорить, вот Саул, его в чем проблема была потом, да, вот он был неверен, и Бог, написано, перестал, ему надо, был, он царь, на него враги пошли, ему нужно войско организовывать, а у него откровения нет, у него уверенности нет, он потерянный, и, помните, он пошел к гадалке, да, он пошел, вот, ну, уже, он сам этих всех, уничтожил всех гадальщиков, а сам переоделся и пошел к гадалке, да, вызвал дух Самуила, да, для того, чтобы попросить, тот его отругал. Короче, ну, там все заканчивается очень достаточно печально, но печально самое главное в чем? Бог перестал говорить, это страшно, и с Иродом происходит то же самое, когда, вот, в конце Евангелии написано, что Иисуса привели, Пилат отправляет к Ироду, с первосвященников, пусть Ирод решает, они привели к Иисусу, и там написано, Ирод так обрадовался, потому что у него так было много вопросов, он любил духовных людей, он любил духовные вопросы, да, и он думал, сейчас ему Иисус что-то будет говорить, знаете, как Иисус себя с ним вел? Кто помнит или нет? Ничего не говорил ему, он разговаривал с Пилатом, он разговаривал с первосвященниками, но он ни слова не сказал Ироду, просто ни одного слова, просто игнор, просто молчание, потому что Божье Слово в его, потому что тот убил Божье Слово в своей жизни, да, поэтому сегодняшняя история, она, вот, ну, говорит осторожно, да, вот, в процессе, осторожно в тех моментах, когда еще можно что-то делать, потому что когда настанет день злой, и с тобой начнет закручиваться вот этот вот процесс, там трудно будет устоять, аминь, поэтому принимайте Божье Слово вот с чистым сердцем, в послушании, старайтесь быть не просто слушателями, забывчивыми, да, но исполнителями, да, это та же притча у строителей, и пошли воды, и ветры, и реки, и один дом устоял, а другой не устоял, то есть испытания, они одинаковые для всех, они будут, и от них никуда не избежать, но кто старается исполнять это слово, да, кто, вот, то, что Юра говорит, судит на самом деле, да, кто серьезно на это смотрит просто, да, то мы не всегда сможем все сделать, но если мы будем просто серьезными к этому, и это то, что мы дальше вот сейчас переходим к причастию, и как раз про это слово, которое сегодня Юра говорил, давайте откроем, 1 Коринфянам, 11 главу. Это как раз мы делаем для того, чтобы вот эта совесть, да, да, чтобы мы с одной стороны, да, вы все, вы все не слышали Слово Божие, я уверен, что есть какие-то моменты, где лампочка, бэм-бэм-бэм, да, запипикала, поэтому, да, но Слово Божие говорит, да, никто не без греха, да, поэтому признавайтесь перед Богом в своих грехах, да, вот, ну, говорите Богу, да, есть, да, не знаю, как сделать, помоги мне сделать, потому что, ну, без тебя не могу, да, и это то, для чего мы принимаем причастие, знаете, вот, я говорю, на мой взгляд, религия, она все перепутала, она сделала такую дорожку для тебя, чтобы ты сначала очистился, и потом, как достойный, ты принимал причастие, знаете, мы, наша достойность, достойно мы принимаем причастие, или недостойно, я вам сейчас прочитаю, в чем заключается, с 23 стиха 11 глава 1 Коринфянам, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, примите и едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание, вот смотрите, за кого, кому он преломляет, ученикам, которые он знает, что они все убегут, все убегут, но он что, а вы убежите, вы недостойны, я вам не буду давать, вот когда прибежите, тогда буду давать, нет, он им дает, дает всем, сие творите в мое воспоминание, так же и часу, чашу после вечери искал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет, посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, и мы можем вот взять и неправильно направить это, да, кто будет есть и пить недостойно, здесь есть достойные, как вы думаете, вот так вот, если по Божьим меркам есть достойные, нет, все согрешили, все лишены славы Божьей, мало того, что мы просто все когда-то согрешали, мы продолжаем грешить, да или нет, а кто думает, что он без греха, тот лжец, понимаете, поэтому, ну, мы согрешаем, но не в этом достоинство, что мы не согрешаем, мы недостойные принимаем, да, да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, еще раз, да испытывает себя человек и таким образом пусть ест, это то, что мы сегодня с вами делали, мы сегодня слышали Слово Божие, я уверен, что оно судило, мне очень вообще эта тема понравилась, я очень как бы вот, ну, рад и благодарен, что Бог нам дает, присылает людей и мы, вот, люди с каким-то свежим веянием, вот, говорят что-то, да, но по духу такое необходимое здесь сегодня слово прозвучало, я настолько вот, ну, рад, что Бог просто говорит своей церкви сегодня, говорит вот об этом, да, что относись ко мне серьезно, все, что Бог хочет, относись к христианству серьезно, позволяй Слову Божьему тебя разрезать, не думай, что Слово Божье это то, что тебя должно развлекать, Слово Божье должно тебя разрезать, Слово Божье должно делать тебе неприятно, Слово Божье должно делать тебе больно и таким образом там написано, пусть ест, аминь, вот таким образом пусть ест, поэтому сегодня каждый здесь человек достоин, потому что, если ты испытываешь себя, если ты понимаешь, что на самом деле без Христа мы ничего не можем, без Его, вот этой жертвы за грех мы ничего не можем, мы ничего не можем даже хотеть, понимаете, потому что вот грех, он разделил нас от Бога, а все хотение и желание, оно от Бога, и поэтому вот Бог не может пробиться внутрь нас своим хотением и желанием, но когда Иисус Христос объединяет нас с Богом, когда мы посредством Его крови, Его тела соединяемся с Богом через веру, понимаете, не через само какой-то обряд, мы верой входим, обряд лишь помогает нам об этом размышлять, потому что самое главное, то, что происходит в твоем сердце, Иуда протянул ноги, то, что говорил, да, но Иуда скрыл в своем сердце вот эти похоти плоти, похоти очей, ему нужны были деньги, у него не было веры дождаться, что хочет сделать Бог в его жизни, он просто решил, он увидел, что момент уходит, и просто вот ему нужно было, но вы видите, как он потом просто бросает эти деньги, вот просто, они не нужны ему на самом деле, понимаете, просто это дьявол, да, и написано, вот когда человек с нечистым сердцем живет и не понимает, что он делает, там написано, когда Иуда причастился, дьявол вошел в его сердце полностью, завладел, он стал одержимым, он не понимал, что он делает, он заигрался с грехом, он ничего уже не мог сделать сам, это и есть то, что все, потому что вот когда он бросает эти деньги, мы видим настоящего Иуду, его не интересовали столько деньги, сколько просто вот что-то с ним произошло, но у него было много звоночков, когда он носил, написано, эту корзинку с деньгами, когда он был одним из самых крутых избранных, которому доверили таскать ящик, он выглядел очень благочестиво, но он был вором внутри своего сердца, и вот это то, что Бог хочет, и я уверен, что, понимаете, Иисус, наверное, Иисус все знал, да, но вот знаете, вот Бог не будет тебя останавливать, достаточно слова, достаточно духа, достаточно того, что ты об этом можешь размышлять и разделять, поэтому сегодня просто разделяй и размышляй, и не думай, что если ты там вот во грехе, и ты сейчас откажешься от причастия, и как будто бы вот что-то изменится. Здесь вообще не говорится о том, что мы, если у нас что-то не так, вы лучше откажитесь от причастия. Знаете, здесь вообще об этом не говорится, здесь нет такой функции. Здесь есть только, мы сейчас дальше прочитаем, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба. Это вот, ну, религия придумала, воздержись. Зачем? Потому что наша надежда вся, она во Христе, она на Христе. Я говорю, вот некоторые там начинают судить, а вот он не ходит на служение, а приходит только на причастие. Да слава Богу, что он приходит на причастие, аминь. Пусть он приходит хотя бы на причастие, потому что, ну, он об этом пусть рассуждает, пусть размышляет. Это то, что связывает его с Богом, потому что он ценит это. Он еще недостаточно свободен, чтобы приходить на каждое служение, но он уже достаточно верит для того, чтобы осознавать, что Иисус ему нужен. Аминь. Поэтому не запрещайте никому приходить на причастие, наоборот, вдохновляйте, наоборот, благословляйте. Да, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, не рассуждая о теле Господнем. Еще раз, да, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не размышляя. Вот единственное условие, чтобы пить и есть достойно, это размышлять. О том, что цена за твой грех, она очень высока. Это не кровь, это не золото и серебро, как пишет Петр. Не золотом или серебром искуплены мы, но драгоценной кровью, агонца, понимаете, жизнью самого Иисуса Христа в полном рассвете сил. И мы видим в Библии, что ему было нелегко. Знаете, это не такой вот супермен, который вот все знал, все у него, сейчас быстренько умру, и воскресну, и так далее. Мы видим, когда он в Гефсимании говорит, не хочу, отец, не могу, но пусть будет твоя воля. Аминь. И вот вспоминайте об этом, насколько ему это стоило. И делайте это, принимайте это, и пускай это понимание, это откровение вытеснит грех из твоей жизни. Аминь. Поэтому делайте это, я вас на это подталкиваю. И здесь вот, ну, дальше Павел говорит, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Да, это вот потому, что мы иногда действительно не размышляем, не осознаем, да, вот, ну, не происходит это. Но Богу, ну, это все равно то, что должно происходить, потому что здесь написано, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с этим миром. Бог вынужден нас спасать через то, что вот с нами будет тогда что-то происходить. Поэтому у тебя особо выбора принимать причастие или не принимать, нет. У тебя есть выбор противостоять греху. С помощью Слова Божьего, с помощью Духа. А вот эта вот глупость, то, что я воздержусь и мне будет полегче, это не работает. Поэтому принимай полной верой с полным вот с сердцем, с чистым, с искренним, с тем уровнем мышления, на котором ты находишься. Иисус сказал, пускай дети ко мне приходят, да. И если твоя вера сегодня, она просто младенческая, ты просто вот слышишь то, что просто первый раз, первые разы, все равно принимай. Потому что внутри тебя есть голос. Внутри тебя мы созданы по образу и подобию Божьему. Я уверен, что здесь нет ни одного равнодушного сегодня. Ни одного, который бы, это не для меня, для тебя. Потому что ты не победишь грех. Понимаете? Грех, он намного сильнее людей. Он порабощает. Но Иисус Христос разрушил эту власть греха в жизнях. И он тоже не сделает все вот физически за тебя, такой раз, и ты новый. Но он даст тебе силу. Аминь. Он даст тебе силу Святого Духа. Он даст тебе новый разум, новое мышление, новые точки опоры. Да? На что опереться? Как противостоять? Как убегать? Аминь. Поэтому пусть Бог вас благословит. Продолжение следует...